Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 59, тема молитвы. «Могут ли молиться умершие родственники, угодившие Богу, о нас, живых? Если да, то помогает ли молитва живым?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Все жития святых свидетельствуют об этом, что угодившие Богу пребывают не во сне, но молятся о живущих на земле во благо им, и даже о гонителях церкви. Откровение 6.10. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Это те, кто умер за Христа и находятся уже на небесах. 2 Петра 1.15 «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память, а не знают даже будущее, как видно на примере уже умершего порока Самуила, предсказавшего результат сражения. 1 Царство 28.19 «И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». «Недавно у нас почила в Господи, дорогая наша сестра Надежда Егоренко. Я и я наказывал ей перед ее смертью, чтобы она подошла к Николе Чудотворцу, чтобы он послал нам денег на издание духовных книг. И когда 5 апреля 2002 года исполнилось ей 40 дней после ее смерти, я стал ждать весточки, и внезапно стали приходить они от людей и не расположенных ко мне. Но так как я заранее всем и не раз объявлял о том, что, бывая у сестры Надежды, еще раз проверил ее, не забыла ли она, что ей нужно сделать, когда она придет в царство отца нашего. Она тихо шептала «Нет, помню, я обязательно подойду к нему и все расскажу». «Моя молитвенница мама Мария, она тоже молится за нас. Они много болели, страдали, причастились, соборовались. Им теперь там так хорошо, и мы за них молились. Теперь только в молитвах вспоминаем, и их уже просим не забывать нас, чтобы мы пришли в царство Христа нашего Бога истинного, и никто бы из нас не оказался заблудшим и опоздавшим».